Как качество личности вкус формируется в детские годы. Хороший вкус, как писал Жан-Жак Руссоте, рован всем от природы, но действительным становится в результате воспитания и воздействия социальной среды. Ложные идеалы, непричастность к искусству, отсутствие эстетического воспитания родителями служат главной причиной непричастности человека к чувственному и прекрасному. Всем привет, с вами Юля, я дизайнер бренда Julia F и мне стало интересно разобраться в термине безвкусия. Что это такое? Это врожденное или приобретенное качество? Влияет ли это качество на жизнь человека? И если да, то каким образом? Также хочу напомнить, что если вы хотите поддержать меня и мой развивающийся канал, вы можете это сделать по QR-коду на вашем экране, либо по ссылке в описании на Boosty. По мнению психолога Якобсона, безвкусие является отправной точкой для таких отрицательных черт характера, как грубость, вульгарность, недостаток эмоциональной чуткости. Чтобы сформировать хороший вкус, необходимо развивать чувство прекрасного с помощью классической литературы, музыки, искусства и сделать процесс познания эстетического постоянной частью своей жизни. Ну а сейчас поговорим о недостатках безвкусия. Безвкусие объединяет эмоциональную сторону жизни и снижает интеллект. Почему? Человек без вкуса, он всеяден, он не видит разницы между хорошим и плохим. Таким образом, он не испытывает отвращения к дурному и не наслаждается хорошим. Конкретное название этого пункта безвкусие в контексте неразборчивости лишает человека выбора лучшей жизни. Ему не особо интересно разбираться в характеристиках покупаемой одежды, нового телевизора, популярной песни. Что дают, то и берут. Безвкусие отталкивает и вызывает неприязнь окружающих. Если говорить в разрезе одежды, то по статистике 95% людей обращают внимание на внешний вид собеседника и всего 5% на то, что человек говорит. Безвкусие оттупляет личность, не позволяя ей развиваться в ногу со временем. Этот пункт тесно связан с первым. Если человек не разбирается и не видит разницы между хорошим и плохим, то как он видит разницу между старым и новым? Например, существует магазин А и Б. Магазин А представитель крупнейшей масс-маркетовой корпорации. Офис, который находится в другой точке мира. Там работают аж 20 дизайнеров, которые каждые две недели обновляют коллекции в соответствии с модными тенденциями. Магазин Б. Частный бизнес Зинаиды Михайловны. Очень приятной и доброй женщины. Она не училась на дизайнера, стилиста или еще на кого-то, кто связан с модой. Магазин одежды у нее уже давно, но с таким же успехом у нее мог бы быть магазин автозапчастей, либо ларек с фруктами и овощами. Ассортимент ее магазина подходит как девушкам, так и возрастным дамам, а также там можно найти пару-тройку вещей для новорожденных. Тогда как магазин А создает вещи для определенного конкретного возрастного сегмента и размерного ряда. Ну, тут еще много чего можно накидать на магазин А и Б. Думаю, вы уловили суть, что из себя представляет каждый из этих магазинов. Так вот, человек без каких-либо понятий заходит в магазин А и видит новинка. Покупает. И он действительно приобрел трендовую, модную, новую вещицу. Подходит ли фазон фигуре, это уже другой вопрос. После он заходит в магазин Б, и после убедительного «это вчерашний привоз от Зинаиды Михайловны», он покупает эту вещь и уходит смысле о том, что по очень выгодной цене выцепил новинку, не подозревая о том, что хозяйка магазина закупает вещи аж прошлогодних сезонов. Безвкусие лишает человека индивидуальности. Тут нужно вначале разобраться, что мы подразумеваем под индивидуальностью. Как отвечает нам Google, это особенности характера и психического склада, отличающие одного индивидуума от другого. Просто представьте человека без любимого певца, певицы, потому что он слушает все подряд. Без какого-то стиля в одежде, потому что он не понимает разницы между вещами и покупает, что попало. Человека без любимой книги, потому что, а зачем сейчас вообще на это тратить время? В ТикТоке и так все есть. Человека без жизненной позиции, потому что сложно сделать выбор в пользу одного и отказаться от всего другого. Лучше быть всеядным. Посмотрите на этого человека. Он пуст, он безлик, он не интересен другим, более ярким людям. Безвкусие приводит к неспособности творить и выражать себя в искусстве. Если человек думает, что искусство это легкотня, он очень сильно заблуждается. Вспомните, как часто вы слышали, ой, а что плясать на сцене, улыбаться так сложно, а что это вообще за работа такая? Или, ой, да я тоже могу так психануть и размазать черную краску по холсту не хуже Малевича. Или, ой, да я такую фигню могу написать за полчаса. Что это вообще за бестселлер такой? Кто это вообще читает? Люди, которые действительно так думают о пении, художественном искусстве, скульптуре, литературе, блогерстве, они никогда не будут тратить свое личное время для того, чтобы выступить на сцене, создать шедевральную картину, написать книгу и так далее. Для них это пустая трата времени. Но это всего лишь поверхностные мысли. Выступить на сцене это одно, а другое дело держаться в топе популярных исполнителей, заставить миллионы зрителей смотреть только на вас, когда вы на сцене, а еще лучше, чтобы они подпевали вам. Написать книгу это одно, а другое дело придумать действительно захватывающий сюжет. Каковы симптомы безвкусия? Отсутствие духовного роста. Человек не стремится к прекрасному, не хочет тратиться на саморазвитие и считает, что все самое лучшее у него уже и так есть. Бедный эмоциональный фон. Человек без четкой позиции во всем. Он живет свою жизнь и до сих пор не знает, как ему лучше. Он одинаково обрадуется пломбиру и шоколадному мороженому. В путешествии одинаково будет чувствовать себя. В отеле две звезды и пять звезд. Глупые слова и поступки. Человек в разговоре с другими и так все знает, и причем во всех сферах и областях постоянно критикует людей с достижениями, называя их деятельность сомнительной, тогда как ничегошеньки не знают об этом. Но только разговоры разговаривает. Отсутствие этикета. Человек без чувства такта, ведь он не видит границ, не осознает вес своих слов и поступков. Человек грубый и часто неуместный в своих высказываниях и действиях. Вульгарность. Как итог, ранее озвученного человек без каких-либо рамок. Без личных, а уж тем более без уважения к чужим. Это и неподобающие вопросы собеседнику, и действия очень личного характера в общественных местах, и неприличное отношение к собственной одежде, которая порой не прикрывает то, что нужно. Прямо сейчас я вам расскажу, как излечиться от этой страшной болезни безвкусия, а также какие действия предпринимать для профилактики и выработки иммунитета от него. А вы пока что поставьте лайк под этим видео и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. И напишите в комментариях, будет ли вам интересно видео на тему безвкусия в одежде. Изучайте искусство. С помощью лаконичной, богатой образами поэзии формируется способность глубокого восприятия художественного смысла. Изобразительное искусство, классическая музыка, хорошая литература развивают в человеке чувство прекрасного, которое мы впоследствии переносим в свою повседневную жизнь. Пока не сформировался ваш собственный вкус, можно положиться на мнение критиков, отдавая предпочтение общепризнанным шедеврам и вечной классике. Будьте деятельны. Развивая в себе творческий потенциал, не нужно быть пассивным наблюдателем или слушателем. Только практика позволит вам в полной мере научиться хорошему вкусу. Выходите за рамки старых привычек, формируйте новые образы, разрушайте привычные шаблоны. Пусть не на сто процентов талантливо, но пишите картины, сочиняйте музыку, комбинируйте одежду. Если мы будем не только любоваться, но и творить прекрасное, безвкусие постепенно исчезнет из нашей жизни. Формируйте свой вкус. Перенимание традиционных взглядов на искусство все равно, что подгон рисунка под кальку. Личного вкуса оно не сформирует. Следовать моде лучше, чем одеваться безвкусно, но простое копирование не поможет вам обрести чувство стиля. Хороший вкус принадлежит человеку с мнением, являясь отражением его личности. Получая знания, формируйте параллельно свою собственную позицию. В общем, как можно понять, безвкусие страшная вещь. Это совсем не о том, что у всех вкусы разные, кому-то нравится одно, кому-то другое. Такое имеет место быть между людьми, у которых хоть какой-то вкус есть. А безвкусие, как оказалось, опасно для здоровья. Развивайте себя, будьте лучшей версией себя, любите себя. На такой вдохновляющей ноте я завершаю это видео. Всем желаю прекрасного настроения и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok